Овощной, по-другому, томатный листовой минер Лиремиза сатева, полифак, вредит в открытом и закрытом грунте, предпочитает растения семейства посленовых и бобовых, повреждает томаты, огурцы, баклажаны, перец, дыни, люцерну и различные цветочные культуры. Томатный листовой минер происходит из Центральной Южной Америки. Сегодня распространен в Азии, Африке, Северной, Центральной и Южной Америке, в Океане. В Европе нет. В Европе она постоянно встречается в различной продукции, происходящем из этих стран, но стойких очагов до сего времени не было обнаружено. Правда, такие очаги были зарегистрированы в наших бывших среднеазиатских республиках Советского Союза. Впервые такой очаг был обнаружен нами, ФГБУ Нигр, в 2003 году. Тогда нам наши туркменские коллеги прислали материал. В Туркмении тоже есть закрытый грунт, там появился какой-то минер, которого не могли справиться при помощи обычных препаратов. Они прислали материал сюда. Мы его идентифицировали как овощной минер. Потом это подтвердили в Злогическом институте, наше определение. И заодно выяснилось, что этот минер уже есть и в Иране. В настоящее время он имеется и в Турции. Другим опасным регионом, откуда возможен занос вредителя на территорию Российской Федерации, является Китай. Туда вредитель попал также недавно, в начале 2000-х годов. Растениям вредят и взрослые мухи, и личинки овощного листового минера. Самки мух прокалывают листья растений хозяев, образуя ранки, которые служат местом питания и откладки яиц. Но больше всего вредят личинки, которые отрождаются через 2-5 дней из отложенных яиц. А плодовитость мух высокая, а одна самка за месяц может отложить до 300 яиц. Личинка, выходя из яйца внутри растения, начинает выгрызать лист изнутри и образуются так называемые мины. То есть длинные, извитые ходы в тканях растений, в первую очередь в листьях, ну и в зеленых стеблях тоже. Эти ходы перерезают пути проведения воды и питательных веществ, и кроме непосредственного потери от недостатка питания, растение получает так называемый тепловой удар, потому что резко снижается способность к транспаренции, то есть испарению воды. В частности, это опять же характерно для томатов, которые могут просто увядать всего растения от этого теплового удара. Количество мин может быть очень большим, до нескольких десятков на один лист томата. Сильно пораженные листья опадают, оставляя стебли растений незащищенными от действий ветра, а бутоны и развивающиеся плоды подвергаются солнечным ожогам. Это небольшая муха, выглядит она таким вот образом, черно-желтая краска, размера очень мелкого, около 2 мм всего длиной. Имага томатного листового минера, разнополые особи, отличаются строением половых органов. Яйцо вредителя белое, эллиптическое, слегка просвечивающее. Личинка безголовая, червеобразная. Только что вышедшая из яйца бесцветная. Потом меняет цвет на зеленоватый, затем желтоватый. В третьем возрасте личинка достигает длины 3 мм. Черные ротовые крючки, которыми она прогрызает ходы в листьях, хорошо различимы на всех стадиях развития. Внешние ходы выглядят вот таким вот образом, то есть извитые длинные полосы обычно, то есть они более светлые, чем темные листья. И видите, листья могут быть целиком покрыты. Это как раз вот лист томата, и видите, листья могут такими ходами быть покрыты полностью, и они, соответственно, такие листья уже понятно, что они увядают. Личинка начинает питаться в этих ходах. Вот здесь она такая желтоватая, она расположена практически поперек хода, как мы видим, потому что она скоблит изнутри такими ротовыми крючками, она выпрыскивает пищеварительные соки, у нее не кишечное пищеварение, то есть она всасывает уже переваренную пищу, соответственно. И, закончив развитие, выпадает из листа, значит, и образуется вот этот вот пупарий. Обычно образуется этот пупарий на почве, но он может часто образовываться или на нижних листьях, или на каких-то других частях, на горшочных культурах, например, значит, на горшке на самом может быть. Куколка пупарий овальной формы, немного уплощенная с нижней стороны, длиной около двух миллиметров. Цвет изменяется от бледного желто-оранжевого до золотисто-коричневого. За сезон вегетации вредитель может давать до 14 поколений. Совокупность признаков взрослой мухи и личинки позволяют достаточно точно идентифицировать вредителя до вида. Диагностика проводится разными методами. Морфологический метод, значит, это в первую очередь по генитальным самцам и по внешним признакам. Имеет значение, значит, окраска, то есть эти участки темно-светло окрашенные, расположение щетинок на голове, на туловище, на различных других участках туловища. Используются также диагностические признаки и личинок, которые расположены на задних дыхальцах. У овощного минера, скажем, значит, дыхальц очень характерной формы, такой в виде лопастного, таких лапок. И, скажем, значит, по дыхальцам они очень хорошо отличаются от многих других личинок других видов также, которые встречаются в закрытом грунте и являются карантинными. Бороться с овощным листовым минером трудно, даже химическими препаратами. Устойчивость к пестицидам у популяции вредителя может возникнуть в течение одного сезона. Яйцо и личинка находятся внутри листьев, затем, значит, из яйца, то есть из личинки, когда она попадает, выпадает из мина, образуется так называемый пупарий, куколка, которая окружена покровами личинки, орговевшими мёртвыми покровами личинки. То есть все эти стадии, они практически недоступны для химикатов. Поэтому основным методом борьбы с этим мухом являются либо системные инсектициды, которые проникают в ткани растений, значит, и личинка, питаясь такими отравленными тканями, погибает сама, ну, это понятно, что такие препараты очень нехороши для человека тоже, либо биологический метод защиты, который применяется для борьбы с этими мухами. Для биологического метода защиты применяется, значит, ряд энтомофагов. Это так называемые, значит, наездники, докнозы, деглифус. Они заражают личинок в ходах, значит, и, соответственно, личинки погибают, и уже новые мухи не выходят. Оба энтомофага, докноза сибирика и деглифусы зия встречаются на территории России и широко используются и у нас, и в Европе для борьбы с минирующими мухами.